Дебаты Белар Попорт, Александр Каргин. Два часа заказаны полностью. Хуй сосите, смотрим. Меня зовут Ярослав Шуйков, и сегодня мы проводим долгожданные дебаты. Скип стоит примерно, ну где-то 1014, где-то так. Левый и правый подход к культурной идентичности. Здорово, что вы сегодня все собрались, что вас не напугала вся эта паника по поводу коронавируса, и что в нашем мероприятии состоится. Регламентом дебатов станут как короткие выступления каждого из участников, так и, соответственно, вопросы. Перекрестные вопросы от дебатирующих друг к другу, вопросы от меня и вопросы из зала. Вполне возможно, что перекрестные вопросы у нас, в принципе, выродятся в свободную дискуссию. Это мы тоже предусмотрели. И такой аспект, который знаком, наверняка, многим из здесь присутствующих, если, в принципе, вы когда-либо смотрели дебаты, то, что мы намеренно отказались от любого судейства, то есть ни каких-либо экспертов в первых рядах, ни прямого голосования, ни смешанной системы сегодня не будет по одной простой причине. Потому что целью любых дебатов, дискуссий, спора не является попытка переубедить оппонента. Это зачастую невозможно. Целью сегодняшней дискуссии будет повлиять, в принципе, на зрителей, которые собрались в зале, и на зрителей, которые затем будут смотреть наши дебаты на YouTube. То есть удержать своих по возможности, может быть, даже переубедить в кавычках чужих. И, соответственно, склонить на свою сторону, как-то симпатизировать тех, кто не определился. Поэтому позвольте представить мне сегодняшних участников. За левый подход к культурной идентичности сегодня будет отвечать Белла Рапопорт, журналистка, феминистка, гендерная исследовательница и общественная деятельница. За правый подход к культурной идентичности... А нахуя такую прическу носить? То есть в чем фишка? Я извиняюсь, конечно, она в цирке, может, подрабатывает, говорит, такой хуйней я здесь. Культурному коду будет отвечать Александр Каргин, лидер еврейского движения Шахар. Белла, я вам предоставляю выбор. Вы хотите выступить первой или уступить Александру? Конечно, конечно, конечно. Можете послушать, хочу. Синтересно, оппоненту послушайте. Александр, вам слово. Сколько минут? Семь. Вау. Семь минут. Это замечательно. Смотрите, друзья, я, когда меня позвали организаторы на эти дебаты, я не до конца понял, о чем мы будем говорить, потому что понятие левый-правый подход к культурной идентичности – это очень общие вещи, и я понимаю, почему Белла хочет вначале послушать меня. Да. Я сформулирую... Не проспорю. ...почему я считаю правый подход, как я его понимаю, к культурной идентичности, наиболее верным, адекватным и здравым, и несколько слов о... Ну, меня вначале звук тоже испугал, но не, нормально, наладилось все. ...в левом подходе, как, опять же, как я его вижу, когда сталкиваюсь с различными левыми активистами. В чем заключается главный правый подход? Правый подход – это подход здорового эгоизма. Это подход, когда человек, прежде всего, думает о своем личном счастье, любит себя, от этого идет любовь к своим близким, к родственникам, к семье и так далее. Это очень здравый подход. Если мы говорим... ...вечтый, я считаю, эгоизм – тема либеральная, а значит левая как раз. Если вообще рассматр... Что такое? Если вообще рассматривать... Если вообще рассматривать эгоизм как что-то хотя бы немного политическое, что-то, которое хоть как-то относится к политике. Так, смотрим дальше. Говорим про этот здоровый эгоизм, то следующим шагом от него следует то, что люди правые – они за хорошую экономику, за сильную экономику. Сильная экономика – это, прежде всего, рыночная экономика. Ну, почему? Ну, потому что, когда мы говорим про госрегулирование, про... Ну, Шуш, ты когда что-то говоришь, ты включай микрофон, потому что хуйня иначе получается. Ну, типа, представь себе, как, блядь, для зрителей... Социализм – это не работает, и это доказано абсолютно историей. Главная проблема – отсутствие конкуренции. Вообще, основа права идеи – это, конечно, конкуренция. Это то, что мы вообще, в принципе, развиваемся за счет некого столкновения друг с другом, и это абсолютно нормально. В этом нет ничего плохого. Наоборот, это замечательно. Вот эта любовь к себе... Повторюсь, надо всегда начинать с любви к себе, потому что огромная есть проблема, когда люди говорят о счастье всего мира, а, там, я не знаю, о своей маме они позаботиться не хотят. Это абсолютно вот... Меня всегда это поражает, там, не знаю. Кто-то больше... Я очень люблю животных, но я не понимаю людей, которые любят животных больше, чем людей. Друзья, это ненормально. Я могу свою личную собачку любить больше, чем Беллу. Это нормально. Но вообще абстрактно любить животных больше, чем людей. Ну, друзья, мы как бы один вид. Я не знаю, надо ли это объяснять. Так вот, следующее, что из этого следует, это понимание того, что мы все не одинаковые, мы не равны. Мы очень все разные. Одна из попыток левых активистов уравнять всех, то, что сегодняшняя идеология СЖВ, когда идет попытка грести всех под одну гребенку, это антиприродно. Мы все разные, это нормально, мы не равны. Мы должны быть равны по правам. Ну, СЖВ, оно, как правило, уже не про то, чтобы всех уравнять. Те, кого принято называть СЖВ, они, в принципе, особо не за равенство, они как раз-таки за признание различий между черными и белыми и так далее. Потому что, ну, меня учили, я курс мультикультурализма в Беркли проходил на минуточку, меня учили, что, например, colorblindness, когда ты делаешь вид, что не замечаешь разницу между черными и белыми, это разновидность расизма. То есть, когда ты говоришь, что черные и белые на самом деле одинаковые, я не вижу цвета, это разновидность расизма. Ну, мы абсолютно разные люди. Там, я не знаю, кто-то здесь выше, кто-то ниже. Кто-то худой, кто-то толстый. Кто-то тупой, кто-то умный. Кто-то будет зарабатывать больше, кто-то меньше. Это нормально. Не должно быть ограничений искусственных, не должно быть дискриминационных мер. Но то, что мы разные, и поэтому у нас разный достаток, разные возможности и разные результаты по жизни, это абсолютно нормально. Абсолютно нормально. Ну, недостаточно просто сказать, что мы разные для того, чтобы быть правым. Потому что как раз-таки по СЖВ, по матчасти, так сказать, мы как раз все пиздец какие разные. Из-за чего мы разные-то? Чтобы быть правым, надо быть за врожденные человеческие качества. Надо быть сторонником того, что человеческая судьба, она от рождения предопределена. Россия этот, блядь, рябина не родит дельфина, нахуй. Вот. То есть в этом разница. А то, что мы разные по доходам, так, блядь, мы и по Марксу разные по доходам. По Марксу там классы разные есть, например. Вот различия есть в обществе охуительные. Он тоже, видимо, правый. В интерсекциональном феминизме там этих различий хоть жопой жри. Оно все из различий состоит. Эти различия, они социальные. Это пшик. Левацкий. Настоящий правый, настоящий консерватор по Эдмунду Берку. Он за здоровое общество, которое стоит на трех китах. Это свободный рынок. Блядь, я третий забыл. Ой, ёб твою мать. Брейнфарт. Я очень много раз называл эту хуйню на стримах. Я не помню, я ее забыл, ребят. Свободный рынок, предрассудки и... Третья. Приплыли, блядь. Я реально не помню, нихуя. То есть я вот две точно. Свободный рынок и предрассудки. Третья. Религия? Может быть, религия? Я не помню, брусу. Вообще. Я очень много раз это на стримах говорил, но я просто не помню. Кто-нибудь помнит? Три столпа. Такая минорхия, блядь. Точно не минорхия. Термина такого не было, блядь. Уху ли вы пишете хуйню, блядь? Причем так настойчиво. Ты кибердозайн. Че ты, блядь, пишешь хуйню какую-то, причем настаиваешь на ней при этом. Какая минорхия, блядь. Свободный рынок, предрассудки. Кто-то, кто... Третья там, че, блядь, было? Я не помню ни хуя. Я забыл в пизду, блядь. Церковь? Церковь. Пусть будет церковь, блядь. Хуй знаю. Я просто, блядь, не помню совершенно. Просто вот вылетела к хуям абсолютно. Причем вот полностью, полностью вылетела. То есть мне вот говорят сейчас церковь, семья и так далее. У меня даже не щелкает ни хуя. Я не узнаю даже ничего. Просто хуяк, блядь. Я, причем, пиздец, сколько раз это говорил. И все. Того. Охуенно. Ладно. Окей. Заебись. Идем дальше. Соответственно, раз мы говорим о том, что мы очень разные, мы не одинаковы, то мы не стремимся к этой уравниловки. Наоборот, мы против уравниловки. Мы за то, чтобы кто-то зарабатывал больше, а кто-то меньше. Это абсолютно естественно. Ну и, конечно же, правая самодентификация, правый культурный код движется на каких-то здравых вещах. Почему я еврей? Мне представили. Я сегодня не буду здесь работать евреем. На меня представили как лидера еврейской организации. Почему я еврей? Я родился евреем. Я могу себе придумать другую самодентификацию? Там, не знаю, я белый гетеросексуальный мужчина. Это тоже так, но хрен там. Я родился евреем в еврейской семье. Я прежде всего еврей. Это пришло ко мне с родителями. Я не собираюсь для себя чего-то другого выдумывать. При этом, это очень важный момент. Помните, я сказал в самом начале, что очень важно думать о самих себе. Это очень важный момент, что именно потому, что мы думаем о самих себе, именно поэтому правые заботятся о том коллективе, о том обществе, которому они принадлежат. Здоровый национализм, он этим и отличается от нацизма. Он отличается прежде всего причиной, прежде всего мотивацией. Когда человек почему... Скипнул сначала таракан, а потом свянов. Хотя, возможно, это один человек, я хуй знаю. Почему ему важно, чтобы его нация развивалась, чтобы она хорошо жила и так далее? Потому что поэтому он будет хорошо жить. Почему ему важно там, почему евреи построили национальное государство? Не потому, что хотели отделиться от всех других. Не потому, что считали других хуже. А потому, что это был залог выживаемости народа. По-другому бы евреи просто, ну, и Холокост это показал. По-другому бы евреи просто не стало. Не стало бы. Нас бы просто уничтожили. Было важно создать свой национальный очаг. Место, куда любой еврей, если не дай бог, что-то случится, может приехать. В этом была идея. В чем идея левой идеи, в чем посыл левой идеи к идентификации, это всегда групповая идентичность. Я женщина, я мужчина, я, не знаю, у нас вертолет будет? Вот, я вертолет боевой. Вот, вот вся вот эта херня, я извиняюсь. Да, это я еще даже не начал разбирать левую тему. Я сейчас стараюсь говорить именно о правой. Таким образом, самое главное в правой идентичности – это опора на себя. Это такой, это вообще очень непопулярная и тяжелая вещь, потому что это не популистская вещь, это тяжело продается. Намного легче продается, что, ребят, вот есть все обиженные и угнетенные, им надо дать бабла. А еще лучше вообще отобрать все у богатых и поделить, отдать бедным. Это отлично продается. Граб награбленное – это вообще вот, 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 во. Никто не знает, что правда, кто награбил, что награбил, ну, кого это волнует. Да, я… Вот что значит поменяться с феминисткой. Я вас не услышала эхо, что… Да, но я… Ну, 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 еще бы там эхо не было. Я постараюсь раньше уложиться. Смотрите. Таким образом, таким образом, правый подход, прежде всего, заключается в том, что человек начинает с себя. Он не требует привилегий для своей группы, он не требует и для себя привилегий. Он начинает с самокритичной позиции, с того, что он пытается чего-то добиться, пытается самореализоваться и так далее. Это всегда начало… Это всегда апелляция к себе. Это всегда постановка именно человека, не группы какой-то, не какой-то культурной идентичности левой. Левой в данном случае не в политическом плане, просто абстрактной, да. Это постановка индивидуума в центр поля. И в этом заключается право идентичности. Спасибо. Белла, пожалуйста, вам слово. В общем, это очень интересная, конечно, речь была. Я, может быть, потому что женщина, и не очень хорошо понимаю мужскую логику, но мне кажется немножко странным одновременное оперирование понятиями индивидуализм и еврей, нация, государство, коллектив. Это вот все, что я сейчас услышала, это меня заинтересовало очень сильно, каким образом это сочетается. То есть вроде как мы говорим об индивидуальности и роли индивидуальности, а потом мы говорим о роли государства, о том, что евреи там что-то строили, чтобы... Ну, это, кстати, ее претензия имеет смысл. То есть если как бы послушать, что она здесь говорит, и не обращать внимания на то, что она похожа на ебанутого клоуна, блядь. И что это такое? У нее на безымянном пальце перстень с кромара, блядь, что это такое? Это то-то, я еврей, то есть это как бы тоже вроде как групповая идентичность. Ну ладно, я сейчас о себе расскажу. Остается две минуты. Секциональная феминистка, то есть это значит, что при оценке социальных явлений и процессов... Я учитываю все социальные факторы, которые могут влиять на социализацию, жизненный путь и место, которое человек занимает в социальном пространстве. То есть если ссылаться на Бурдио, который писал про социальное пространство и символическую власть. Этот подход я выработала вследствие анализа своего жизненного пути и собственной социализации, когда начала заниматься социальными науками, только укрепилась в них. В соответствии с постструктуралистскими представлениями об идентичности, я понимаю идентичность как принадлежность к некой группе, конечно же. Как несмотря на то, что мой оппонент утверждает, что он апеллирует к индивидуальному подходу, он тем не менее говорит, что он еврей, то есть он соотносит тебя с чем-то, с какой-то группой. Я тоже соотношусь с группой, причем даже не с одной. То есть я еврейка, я лесбиянка, я женщина, еще много что. Ну, любое свойство является множеством. То есть когда у тебя есть какое-то свойство, это означает, что ты являешься элементом какого-то множества. Я социологиня, в конце концов. Ну, то есть я сама себя соотношусь с этой группой, но поскольку до дискурсивной идентичности не существует, то есть я, конечно, родилась еврейкой, но мне об этом сказали. Если бы я родилась в другом месте, я бы не родилась еврейкой, мне бы об этом не сказали, я бы об этом не знала. То есть, соответственно, мое я сама, я этот продукт социализации, то есть последствия лакановской стадии зеркала, грубо говоря. Да, охуенно. Я еврейка, лесбиянка, женщина. Ну же я не буду комментировать про лакановскую стадию зеркала. Эти части моей идентичности имели в разное время, для меня разное значение, они все сложные. Это не какие-то очень такие простые категории, черно-белые, лево-право, да. Маргинал-то смотрел, Десятое Королевство смотрел. И они для меня очень важны, как на личном уровне, так и политическом, и на исследовательском. Мой подход, кстати говоря, тоже крайне эгоистичный. То есть, мне кажется, что он, возможно, даже более эгоистический, чем подход моего оппонента, потому что я хочу в случае, если у меня, например, не знаю, сломался позвоночник, если я заболела, если заболела моя мама, если это не так, если я внезапно обеднела, оказалась на улице по тысячам. Да, надо. Окей, смотрим дальше. Тысячи разных обстоятельств я хочу, чтобы общество помогало мне, потому что я эгоистка, да. Кроме того, я хочу, чтобы общество меня защищало, чтобы меня защищало государство от насилия, от много чего, чтобы у меня были всякие социальные гарантии. И поэтому у меня левый подход очень эгоистический. Я хочу, чтобы я была обеспечена безопасностью и, в общем, здоровой, счастливой жизнью, вне зависимости от того, что со мной может произойти. Вот. И, собственно, поэтому я всегда с пониманием и сочувствием отношусь к людям в любых их жизненных обстоятельствах. Если они, конечно, не пытаются меня подвергнуть какому-то насилию, тогда я на них ругаюсь матом и плохо к ним отношусь. Желаю им всяческого зла. Но в целом я... Ну, то есть мне это сложно. У меня есть много всяких привилегий, но я могу лишиться их в любой момент. И наблюдать за тем, как этих привилегий лишены другие люди, как они, не знаю, умирают от голода, работают на чёрной работе, подвергаются насилию и так далее, ну, это как бы внушает мне некоторый ужас перед возможными ситуациями, в которых я тоже могу этих привилегий лишиться. Поэтому я левая. Я просто хочу, чтобы у всех всё было хорошо. «Vail of Ignorance» это Роллс придумал. Ну да, как бы вот левая позиция, она эгоистическая, местами более эгоистическая, чем правая. Ну, действительно, неплохой тейк. У меня всё было хорошо. И когда я вижу, что у всех всё как бы ничего, то мне тоже проще жить, да, я не так тревожусь. Что дальше? То есть и я борюсь устранения неравенства и в соответствии с этой логикой, то есть я борюсь... Войда отжигает, как дуговая сварка в боярском чате. Так, Свянов 3000, скип тараканов хочу. Окей, заебись. Ну да, да, это скип полностью, если что. Окей, хорошо. Это, если что, наконец-то вышла официальная запись со сходки Uber Marginal. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Ну ты просто, видимо, не понимаешь, у тебя критерий ухуёвый того, как правило, хороший или нет. Потому что, ну, да, я, конечно, более охотно посмотрел бы, наверное, дебаты. Дебаты заебись, как бы, было интересно смотреть, но я их могу посмотреть сам один, я могу посмотреть разбор сармата этих дебатов и так далее. На стриме буду смотреть то, за что заплатят, потому что это, во-первых, способ определить, что хочет аудитория в действительности. Значит, а во-вторых, это лучший способ получить денег. Вот, собственно, и всё. Так, идём дальше. Таракан Олег, 300 рублей. Ага, я в предвкушении. Таракан Олег, 300 рублей. Ага, я в предвкушении. Таракан Олег, 300 рублей. Ага, я в предвкушении. Таракан Вирус, 150 рублей. Спасибо, а занёс. Украина, 100 рублей. Как же охуенно. Спасибо за 100 рублей, Украина. Таракан Олег, 300 рублей. Как же охуенно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У меня вопрос к автору этого мема, не самого шаблона, а конкретно этого видео. Почему в видео с названием «Таракан Сергей и его два друга оказались в 2007-м» играет, блядь, группа Тату?